Всем привет дорогие друзья! Сегодня готовлю очень красивую, нежную, аппетитную закуску в форме цветочков, которая просто чудесно будет смотреться на вашем праздничном столе. Нам потребуется 30 грамм красной рыбы, 2 яйца, 3 чайных ложки сметаны и 2 чайных ложки сливочного сыра. Все хорошо перемешиваем. Приготовленную начинку аккуратно выкладываем в тарталетки. Огурец нарезаем в форме лепестков. Отправляем в воду, добавляем чайную ложку соли и оставляем на 15 минут для эластичности. Лепестки обсушиваем салфеткой и выкладываем на тарталетку в форме цветочка, 5 штучек будет достаточно. Аккуратно все поправляем. По желанию украшаем зернами кукурузы и по центру выкладываем красную икру. Можно заменить помидорками черри. Тоже получится очень красиво. Я еще добавила красные ягодки. Наша чудесная закуска готова. Можно подавать к столу. Получается невероятно вкусная, сочная, яркая и просто великолепно будет смотреться на вашем праздничном столе. Кому понравилась идея, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока! Всем привет! Сегодня готовлю очень простую, вкусную и быструю закуску, которая смотрится просто великолепно на праздничном столе и порадует ваших родных и близких. Огурец нарезаем на длинные полоски. Теперь делаем надрезы наискосок вдоль всей полоски. Выкладываем любую красную рыбу и сверху намазываем сливочным сыром. Аккуратно закручиваем в трубочку. Чтобы не раскручивалось, приклеиваем сливочным сыром. И раскрываем получившиеся иголки. То же самое проделываем с остальными рулетами. Получаются таким образом симпатичные и очень аппетитные цветочки. Наша закуска готова. Можно подавать к столу. Кому понравилась идея, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и с наступающим Новым Годом! Всем привет! Сегодня готовлю праздничную закуску розочки, которая будет великолепно смотреться на вашем новогоднем столе. А готовится совсем легко и не потребует много времени. Вырезаем из хлеба кружочки. Если нет специального кольца, можно использовать обыкновенный стакан. Слегка обжариваем на сковороде. Намазываем сливочным сыром по бокам и сверху. Обсыпаем в измельченном укропе. Кусочек огурца трем на терке для корейской моркови. Выкладываем полученную соломку на бутерброды. Выкладываем полученную соломку на бутерброды. Из любой красной рыбы делаем розочку. Выкладываем наши цветы в гнезда из огурца. Наши чудесные бутерброды готовы. Можно подавать к праздничному столу. Всем привет! Сегодня готовлю новогоднюю закуску бутерброда елочки, которая очень красиво смотрится на праздничном столе и порадует ваших близких и родных. У хлеба со всех сторон отрезаем корочки. И вырезаем треугольник. Слегка обжариваем на сливочном масле. И намазываем сливочным сыром. Далее на бутерброды выкладываем красную рыбку или любую другую. Можно заменить паштетом или консервами. Огурец нарезаем полукружочками. И срезаем еще немножко. Выкладываем ломтики в форме елочки. Вот такая замечательная елочка у нас получается. Наши бутерброды готовы. Можно подавать к новогоднему столу. Получается очень вкусная и оригинальная закуска. А делается совсем легко. По желанию можно посыпать мелко нарезанным укропом. Кому понравился рецепт, ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Всем привет! Сегодня готовлю быструю простую закуску бутерброда елочки. Которая великолепно будет смотреться на новогоднем столе. А делается совсем легко. У хлеба срезаем корочки со всех сторон. Каждый кусочек намазываем сливочным сыром. Или можно заменить сливочным маслом. Выкладываем на один кусочек хлеба ломтики красной рыбы. У меня кита. И закрываем другим кусочком хлеба. И сверху намазываем опять сливочным сыром. Обсыпаем наши бутерброды мелко нарезанным укропом. Аккуратно нарезаем на треугольники. Украшаем звездочками из сладкого перца. Или морковью. Наша новогодняя закуска готова. Такие елочки разлетятся на ура. В первую очередь. Кому понравилась идея, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю быстрые и простые закуски для праздничного стола. Смотрятся они очень красиво, а готовятся буквально за 10 минут. Выкладываем в миску красную рыбку и 1 столовую ложку сливочного сыра. Хорошо перемешиваем. Готовую начинку выкладываем в тарталетки. Украшаем красной икрой. И оливками. По желанию можно добавить зерна граната. Или ягодки. Первая закуска готова. Теперь волнистым ножом нарезаем кружочки из огурца. На огурчики выкладываем кусочек сыра, свернутую колбаску, оливку и кусочек красного перца. Вот такие милые канапе у нас получились. Вторая закуска готова. Третья. В тарелку выкладываем ветчину, яйцо, столовую ложку сливочного сыра. Все перемешиваем. Выкладываем в тарталетки. Украшаем полукружочками огурца. Это у нас будут листики. Из маслин и кукурузы делаем цветочки. Вот такая красота у нас получается. Выкладываем все закуски на тарелку и подаем к столу. Как видите, готовится все очень быстро и легко, а смотрится на столе просто великолепно. Кому понравились идеи, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня предлагаю 7 новогодних идей, как красиво украсить фаршированные яйца. Все делается очень легко и быстро, а смотрится на столе просто великолепно и по-новогоднему. Два яйца нарезаем вдоль пополам. У третьего и четвертого яйца срезаем верхушку и донышко для устойчивости и разрезаем пополам. Желтки удаляем. Измельчаем их ложкой или трем на терке. Красную рыбу нарезаем мелким кубиком. Выкладываем в тарелку. Добавляем 1 столовую ложку сливочного сыра. Перемешиваем. Также немного добавляем майонеза. И снова перемешиваем. Фаршируем яйца готовой начинкой. Первой делаем елочку. Украшаем зернами граната и веточками укропа. Теперь сделаем Деда Мороза. Из красной рыбы делаем колпак. Из маслины вырезаем глаза. Носик из зерна граната. Майонезом рисуем пум-пум и бороду. Из огурца нарезаем кружочки. Волнистым ножом создаем елочку. Вставляем ее на начинку. Теперь вырезаем полоску огурца. Аккуратно складываем ее гармошкой. И закрепляем зубочисткой. Втыкаем в начинку. Сверху украшаем половинкой помидора черри. Снова из огурца нарезаем полукружочки. Выкладываем их в форме елочки. По желанию украшаем красной икрой и зернами граната. Делаем еще одного Деда Мороза. Из маслин глазки. Из половины помидора колпак. Из майонеза бороду. Из граната нос. И напоследок делаем цветочек. Из огурца и половинки помидора черри. Наши закуски готовы. Можно подавать к столу. Выбирайте любые, которые вам понравятся. Кому понравилась идея, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и с наступающим Новым Годом. Пока-пока. Нарезаем любую красную рыбу. Добавляем 2 столовых ложки сливочного сыра. Все перемешиваем. Выкладываем начинку в тарталетки. Огурец нарезаем кружочками, волнистым ножом. И формируем елочки. Также разрезаем на четвертинки. Помидоры черри разрезаем пополам. Украшаем тарталетки елочками. А также кусочками огурца. Сверху украшаем половинкой помидора черри. У нас будут грибочки, мухоморчики. По желанию елочки украшаем красной икрой. Огурец нарезаем на полоски. Делаем бутерброды. На шпажку нанизываем петрушку, маслину. Из огурца делаем змейку. И нанизываем на шпажку. Сворачиваем колбаску и также нанизываем. Наши закуски готовы. Можно подавать к столу. Как видите, готовится все очень быстро и легко. А на столе смотрится просто великолепно. Кому понравилась идея, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и с наступающим Новым Годом! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень вкусную, быструю новогоднюю закуску, которая просто замечательно будет смотреться на вашем праздничном столе. Сперва создаем цветочки. Делаем аккуратные надрезы, не до конца. Должно получиться 7 полукружочков, шириной примерно 2-3 мм. Теперь аккуратненько заворачиваем второй, четвертый и шестой полукружочек. Готовим начинку. Натираем на мелкой терке одно яйцо. Нарезаем мелким кубиком красную рыбку. Можно заменить консервами. Добавляем 1 столовую ложку сливочного сыра и 1 ложку салитаны. Все хорошо перемешиваем. Выкладываем нашу начинку в тарталетки. Сверху украшаем огуречным цветочком. По желанию добавляем немного красной икры. Наша закуска готова. Можно подавать к столу. Как видите, готовится все быстро и легко. А смотрится на столе очень эффектно, аппетитно и по-новогоднему. И станет прекрасным украшением вашего праздничного стола. Кому понравилась идея, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень простую, быструю закуску. Но при этом она всегда получается очень вкусная. А если эту закусочку еще и украсить, то она просто чудесно будет смотреться на вашем новогоднем столе. Нам потребуется тортилья. У меня 8 штук. Можно заменить на лаваш. Красная рыба. У меня кита. Сливочный сыр. Один огурец. А также зелень. Красную рыбу нарезаем средним кубиком. Можно выкладывать и большими полосками. Лепешку смазываем сливочным сыром. Посыпаем измельченным укропом. Выкладываем вторую лепешку. Смазываем опять сыром. Выкладываем красную рыбку. Равномерно распределяем ее по всей поверхности. Снова смазываем лепешку. И посыпаем зеленым луком. Опять выкладываем лепешку. Смазываем сливочным сыром. Посыпаем нарезанные огурчики. Укладываем все в пакетик и отправляем в холодильник. Пропитаться на один час. Достаем, нарезаем на кусочки. Несколько штук смазываем сливочным сыром. И украшаем красной икрой. А также маслинами. Остальные кусочки я украсила помидорами, огурчиком и укропом. Наша закуска готова. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok